виталий приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча когда мы вместе с тобой обсуждаем рынки в этот раз в преддверии очень важных событий протокола пресс завтра данных по инфляции которые мы ждем в четверг и данных по индексу социальных производителей в сша в пятницу поэтому движение уточни серьезные продолжение тех мощных импульсов движение после нон-фармов которые мы наблюдали прошлую пятницу в частности эти нон-фармы значительно повлияли на настроение заставили участников рынка пересмотреть сроки точнее даже масштаб смягчения монетарной политики в сша и снижение ключевой процентной ставки если до выхода данных по нон-фарм перлс вероятность снижение ставки на 50 байсных пунктов было 30 там с небольшим процентов то сейчас кто смотрел инструмент файд-вотч-тул она уже нулевая рынок не верит в такой масштабный шаг действий и считает что снижение будут скромнее на 25 байсных пунктов также в соответствии со прежним прогнозом на ноябрь и декабрь прежде чем перейти к анализу две недели мы с тобой не скажем так не имели возможности обсудить а что на рынках происходит изменилось ли италия твое представление долларе то есть после выхода данных по нон-фарм перлс пер пересмотра рыночных ожиданий по ставке считаешь ли ты что доллар уже побывал на своих минимумах и дальше будет развивать восходящую динамику либо текущий рост больше может быть связан с каким-то коррекционным откатом и в конечном счете мы увидим возвращение медвежьей тенденции пару слов буквально и так приветствую всех ну вот так скажем еще две недели назад когда мы с тобой общались я был таким уверенным быком по евро доллару да или там шартистом по индексу доллара достаточно был уверен была такая хорошая позиция но она не сработала скажем не сработала я в принципе видел уже в конце что что-то там пахнет каким-то когда начали заворачивать евро но там уже один двенадцать несколько раз тестировал и все время скидывают но не сработало и по поводу второго вопроса что дальше от сложно мне сказать потому что индекс доллар достаточно сильно купили в принципе это уже ожидаемо было дальше я уже начинал работать укрепление доллара и перед нон-фармами я записывал обзор говорил что скорее всего выйдут данные лучше потому что джолтс вышел лучше выше 8 миллионов а дп выше ожиданий то есть здесь было ожидаемо поэтому сложно сказать но все-таки я пока сторонник того что если брать евро доллар что мы еще будем расти и текущий минимум по евро доллару я думаю это минимум плюс минус и мы отсюда должны расти это мои ожидания пока еще они не подтверждены технически потому что там просто импульс пошел сильный вниз и нужно что-то нарисовать возможно ближе к четвергу мы уже начинаем покупать евро вот вчера начали по чуть покупать посмотрим главное чтобы это такие когда ты ожидаешь что-то нужно быть аккуратным потому что если вдруг тренд полностью развернулся и мы по индексу доллара показали минимум в районе 100 пунктов да я ранее ожидал там девяносто семь девяносто пять все возможно да то есть в мире напряжение идет впереди выборы плюсы я думаю будут разграться конфликт эскалация на ближнем востоке потому что там выгодно многим это и а все будут бежать в доллар ну посмотрим да действительно очень много водных на рынке факторов которые могут стать причиной в принципе любых движений но в целом я солидарен с тобой что по рисковым инструментом может быть развитие вот этого прежнего ралли по евро я тоже считаю что отметка 1.10 ну и ниже это как бы уровня которых уже нужно отвыкать и в частности европейская валюта на мой взгляд среднесрочно и долгосрочно будет торговаться получше ну и в индекс доллара я пока в его такой затяжной рост не очень-то верю потому что смягчение экономической политики но она все-таки смягчение экономической политики не важно насколько там снизить процентную ставку важно сколько раз это сделает фрс до середины 1025 года я думаю что будет много подобных действий шагов поэтому ну вряд ли доллару держится на текущих значениях давайте так демонстрация экрана так у меня как раз индекс доллара открытся котировки 102.20 можно если округлить второй день подряд после пятничной торговой сессии мы видим такие умеренные движения даже коррекционная динамика что логично после такого взрывного роста который мы наблюдали пятницу рынок переварят статистику со своей стороны я на своем брифинге сегодня уже отмечал что один отчет он еще особо погоды не делает мы видим то что показатель очень волатильные от месяца к месяцу причина этих волатильных показателей определенная выборка компаний которые попадают в суть вот этого среза по количеству рабочих места и для того чтобы все-таки быть объективным нужно смотреть на отчет по нонфарм фэрлс за более положительный период времени ну как минимум за полгода и там нисходящая тенденция сохраняется до заседания федрезерва оно состоит 7 ноября будет еще отчет по инфляции который мы считаем завтра будет еще один он фарм фэрлс 1 ноября поэтому нужно быть бдительным сейчас предельно внимательным к тому что на рынке происходит я практически уверен то что вот этот выкуп по доллару индекс это вовсе не разворот тенденции либо тренда который сформировался в последнее время и в конечном счете у доллара будет точнее у продавцов шанса реабилитироваться и вернуть этот инструмент в район стопунт но с другой стороны я понимаю что сейчас преддверие выборов месяц остается до этого события может быть рынок уже и не будет сильно активничать через развитие каких-то дополнительных трендов и так далее поэтому я бы сейчас в целом рекомендовал смириться тем фактом что по индексу доллара мы можем уйти какой-то довольно широкий боковик и там ходить от границы границ но если полагаться на фундаментальный фон я думаю то что вот текущее значение ну плюс минус это вот локальные максимумы которых мог достичь доллар на сомнениях рынка в том что фрс пойдет на снижение ставки на 52 пунктов то есть как быстро изменились рыночные настроения после выхода данных по нонфарм фэрлс так быстро они снова могут измениться например если 1 ноября мы увидим неплохой отчет по нонфарм фэрлс тогда все начнут уже готовиться к тому что в декабре ставку снизить на 52 пунктов так какие еще инструменты хотелось подсветить золото 2636 долларов за трость концу здесь я сохраняю в целом такой позитивный настрой золото уже немножко начала напрягать инвесторов потому что три недели подряд мы в диапазоне 30 долларов ходим и вверх вниз в рамках даже одной торговой сессии на несколько десятков долларов ничего не стоит инструменту пойти нужно формировать какой-то тренд думаю что выход будет все-таки из этой зоны консолидации через тестирование новых максимумов исторических и обновлений с целевой отметкой движения в район 2 700 и потенциально выше я в целом отношусь к золоту как инструменту который должен выиграть на идее ослабление курса доллара и должен все-таки еще быть интересным для какой-то категории инвесторов с учетом тех непростых новостных обстоятельств которые сложились экономики в том числе из событий на ближнем востоке и так далее то есть эта тема она сейчас влияет на рыночное настроение ну вот чего стоит только раль нефтяного рынка понятно с чем он и связано если кто-то думает то что ближневосточный фон сейчас идет где-то фоном и не сказывается на рыночных движений это не так золото на мой взгляд на самом деле при текущем фундаменте могло бы уже быть подороже но что-то вот ограничивает возможно ограничивает все еще высокий показатель доходности американских облигаций но средне долгосрочная доходность режиссер также пойдет вниз потому что но невозможно торговаться там вблизи четырех процентов по десяти летом когда фрс даже скромным шагом снижая ставку на 25 байсных пунктов отправит ее к концу этого года 5 процента поэтому по золоту я бы рекомендовал присматриваться к длинным позициям заходить может быть каскадом так сделки в расчете на переход так еще на американский фондовый рынок я здесь по-прежнему оптимиста у нас кстати есть возможность с тобой сейчас приобщиться к теме квартальных отчетов начинается очередной сезон и если что-то интересное будет я думаю что мы с тобой точно найдем время чтобы прокомментировать это на одном из наших с тобой следующих выпусков именно характер свяжения этого сезона отчета я оптимист я считаю что у акции высоких технологий есть еще потенциал для роста тем более что на американский фондовый рынок точно должен влиять сам факт того что экономическая конъюнтура улучшается даже тот же самый отчет по нон парам перлс его тоже можно использовать как позитивный момент да с одной стороны рынок больше не верит в агрессивное снижение процентной ставки это снижение ставки все равно будет и это снижение ставки накладывается на улучшение общего фундаментального фонда по американской экономике и как и в ситуации с золотом вот из этого периода консолидации который длится середины сентября я думаю что будет выход вверх с новым историческим максимумом как целевой ориентир и раньше мне импонировала цель от сети морган что 6000 это легко до первого квартала двадцать пятого года сейчас я в эту цель прям обеими руками за то есть поддерживаю и разделяют этот энтузиазм и еще пару слов про пару доллар франк 0.85 37 текущие котировки здесь только лишь на мой взгляд долгосрочные покупки на идее того что франка крайне сильно перекуплен и решение национального банка швейцарии по снижению процентной ставки это то что еще нет на рынком ставка будет дальше снижаться из-за ослабления инфляционного давления из-за ухудшения ситуации на рынке труда и плюс по всему новый руководитель национального банка швейцарии шлегель уже позволяет себя разбрасываться такими фразами как отрицательные процентные ставки валютные интервенции и так далее если будет все таки задача правительства добиться ослабления курса национальной валюты эта задача будет выполнена и долгосрочно эту сделку будут сопровождать на последующих эфирах движение там в район 0 88 и даже выше так виталий слово тебе ну давайте начнем с S&P 500 по данному индексу я с тобой пока спекулятивно не согласен скажем я здесь рассматриваю спекулятивные шарты потому что видно что вот эту зону 5800 не пропускают то есть это практически это максимума да и вот раньше я был покупателем еще в сентябре вот октябрь я перешел к продажам спекулятивным рассматриваю что здесь коррекция вот эта боковая которая происходит она мне кажется чуть затянется будет будет поглубже возможно мы вот этот геп будем закрывать который был у нас в середине сентября насколько это коррекция затянется сложно сказать она будет небольшая как допустим сентябре было в начале или превратиться такую июльскую более глубокую время покажет но я бы пока спекулятивно шортил и если то есть в этом не рассматривайте шорт условно только покупки только на пробой вот этого 5800 пока мы ниже 5800 я за спекулятивный шорт то есть вот как то вот так вижу посмотрим какие там отчеты будут выходить но пока я рассматриваю снижение технически так вижу что касается аналогично золото здесь тоже я скептически отношусь к росту потому что чем это связано сложно сказать его если фундаментально вроде бы идет развитие скажем иногда точечно конфликта на ближнем востоке вроде бы золото должно расти нефть растет в принципе очень хорошо а вот золота пока нет возможно просто хотят повыносить немножко спекулянтов скажем тех которые там покупают золото имеется ввиду с там с небольшими стоп лоссами чтобы их повыносить собрать ликвидность какую-то и поэтому по золоту здесь аналогично я рассматриваю вот если мы все таки не удержим вот этот минимум 2630 ниже него я бы пробовал шортить на пробой да и там посмотрим какая коррекция она будет получиться по золоту но пока так вижу покупки по золоту буду рассматривать только при пробое вот этого уровня сопротивления 2670 условно да вот этот уровень видно что его тоже держит что-то аналогично как smp 500 рисуется по золоту мне так кажется поэтому пока покупки здесь тяжело немножко зажимает вниз если ситуация поменяется там ближайшие дни тогда можно будет будет говорить о другом дальше что касается рынка нефти неплохо нефть отработал а я еще говорил в сентябре что я рассматриваю покупки по данному инструменту мы неплохо выросли данный пример мне напоминала разворот который у нас был декабре январе прошлого года прямо аналогично здесь мы так приличненько сходили посмотрим сейчас ли получится уйти где-то на 90 100 пока первую цель 80 мы выполнили по по данному инструменту дальше скорее я буду тоже искать точки кода на покупку по данному инструменту но нефть во первых достаточно сейчас сложная в торговле формате волатильная поэтому очень аккуратно дальше ну и что касается рынка форекс как я уже сказал вот вот здесь ситуация когда была в конце сентября я был достаточно сильно уверен что мы будем пробивать 1.12 и улетать там на 1.13 и и выше но не удержали здесь кстати была дивергенция я как-то его проигнорировал и на текущий момент вот эта коррекция которая произошла по евро она достаточно агрессивная как и по индексу доллара и здесь можно первый вариант рискованно покупать стоп лосс небольшой за вот эти минимумы потому что если мы ломаем вот эту точку у нас получается эта точка 1.0950 ну как то уже конечно все возможно потому что у нас вот этот тренд который по евро длится последние несколько месяцев у нас первая точка 2.3 мы или отсюда отбиваемся или ломаем но чтобы более уверенно сказать нужно поломать пятничный импульс который был у нас по нонфармом то есть откупить хорошенько и там с коррекцией ну и еще плюс у нас в четверг вверх это инфляция и там тоже могут быть сюрпризы возможно она не так сильно снизится и так далее поэтому очень аккуратно то есть по форексу сказать что прямо вот доллар будет ослабевать очень очень сложно очень так фондовый индекс это все затронул но еще там были вопросы у меня по доллар рубль что что там происходит здесь если в двух словах доллар достаточно сильно укрепляется пока тренд наверх и сказать что каких-то признаков на разворот я пока не вижу у нас возможно еще плюс минус какой-то рост по доллар рубль да будем пробивать там 95 96 возможно где-то к сотке приблизимся и там возможно там банки цб будут вмешиваться и скажем как-то защищать эту зону потому что он любит вот эту зону защищать но обычно доллар рубля анализирует только среднесрочно если есть какие-то паттерны сейчас ничего нету чтобы понимали в прошлый раз когда мы с тобой анализировали последний раз это где-то было летом здесь был хороший паттер на укрепление доллара то есть он себя отработал а сейчас то есть жду там под сто а там уже дальше возможно сильное укрепление рубля по отношению к доллару а пока пока нужно выжидать так виталий спасибо тебе за рекомендации ну что ждем тогда еще на этой неделе несколько значимых фундаментальных триггеров конечно же как всегда подведем итоги результаты во время нашего с тобой следующего эфира там уже можно будет и о сезоне квартальных отчетов поговорить тебе тогда хорошего трейда в рамках предстоящих элисов вообще тебе нашим подписчикам исключительно профильных торговых хотя наверное все прекрасно понимаем что иногда рынок ведет себя не так как нам хочется виталий спасибо за эфир и до скорых встреч пока удачи